ты все да после контракта как бы решил но и по но не твое да это а у тебя сколько контракт на сколько лет внутри на 3 да то есть ты следующий раз забьешь сезоне 26 27 ну примерно это свой сезон уже после контракта младше 20 25 26 последнего ну вот это 25 26 концовочки до 3 чтобы на новый контакт сегодня уже второй год подряд нефтехимик как бы немного издевается над болельщиками команда самого начала сезона всем проигрывает но зато потом героически старается исправить положение год назад чудо случилось нефтехимик попал в плывов после 10 поражений на старте в этом году таких длинных серий неудач не было но все равно место вне восьмерки время побеседовать с главным тренером олегом леонтьевым о том что происходит с командой у вас открытие месяца на я на филипп долганов 11 мать и уже без замен права вы ведь каждый раз когда его ставите часто скажите рискуете вот ну боитесь что но человек из высшей лиги пришел оба его на кхл ну конечно есть определенный риск потому что парень действительно первый сезон кхл 25 лет но его работоспособность и уверенность в игре вдохновляет меня поэтому риск его присутка на игре улетучиваются а то что он небольшого роста нас не пугает у нас много ребят который небольшого лютер галкина есть небольшого роста поэтому что страшного конечно когда большой ротарь метр восемь шесть город канадца и должен быть минимум то это да это периодип но ломают люди у вас очень неудачно опять часа сезон не очень много в этот раз ходила слухов о том чтобы конфликтуете с игроками были разные конфликты с тем другим насколько это правда что были какие-то вот прямо серьезные скандалы но когда ребята хорошо выступает и в нашем клубе и потом перейдут в другой клуб никогда с ними конфликты не было не будет а все ребята немного поседает не показывает результат которых не хочется видеть конечно начинается эти слухи возрасте хотя я ни с кем ни в культуре требование у всех тренеров одно соответствую игровому и ментального ну в том смысле что были какие-то вот не скандалы может быть а трение там не хотели какие-то связано то что вы просто все время говорят у леонтьева конфликт с этим у леонтьева конфликт с этим я не знаю как услуги раздывает а я тоже не знаю но не смогу интересно пообщаться с тем человеком которые это транслирует для всех и потом как это слухи распространяется по телеграм-каналам и в общественном месте вообще в эфире мне просто интересно посмотреть и пообщаться с этим человеком который об этом говорит мне это не со всеми людьми со всеми игроками и вообще с кем я общаюсь у меня никаких конфликтов не будет я нахожу со всеми общий язык до вас доходили эти слухи что у вас конфликты конечно я уже подписан на вслед и поэтому мне интересно смотреть и слушать мнение читаю поэтому я погружен в эту тему поэтому конечно доходили зимки чего может конфликта вас сойдем вообще полный за принимать никогда не было не будет а садек самый работоспособный и порядочный листый человек поэтому я рад тебя а вы как переживали вот этот трудный период потому что но опять проблема с вратарями с другой стороны каждый год одно и то же вот вроде бы находите галкипера и начинает живете если есть галкипера то команда идет на первом месте четыре буквы все сколько когда я дал фирма много зависит на самом деле поэтому не так просто в лиге найти у нас 10 или не сорта региона тоже на тоже ищет некоторые много зависит хотя никакого не было такого тревожного состояния когда у нас был подписан и подписано тихомеров и галитов они сказали доказали что они имеют право на достойное вступление ну так показал практика провалы поэтому нам пришлось в срочном порядке почему-то это второй год подряд получается я тоже в эту дюйлент а говорят что это вот пожалуйста пример говорят что с галитовым вы чуть ситуацию опустили отпустили когда разрешили ему оперироваться в прошлом сезоне было необходимость в этой операции поэтому естественно ему разрешили не можем держать человека которого там договоренность была и он уже практически был на грани только серьезные травмы то есть как не оперироваться оставить как есть естественно мы пошли на встречу и каком конфликта на меня не было если был конфликт я бы запретил куда это был серьезный как бы но так мы всегда делаем на встречу всем игрокам который кому подходит и просит что-либо в бытовом плане хоккейном то есть любой вопрос решается если ты не слушал от ребят когда я кому-то запрещал на борту всем разрешает потому что это правильное считаю но пиво не всегда теперь в автобусе когда проигрывая пиво у нас никогда не было своего всегда было на выезде слышно когда уезжайте в автобусе ставят но вы запрещаете если поражение я не запрещаю что что хотят делать на чтобы на игре показывать результат это все это надуманная история пропил на самом деле все это такие расхожие вымыслы комара вот легионеры он должен приносить результат на то что он у вас показывает это просто нечто и опять же про него говорят что вот у него с вами не сложились отношения есть вот в этом какая-то правда правда в том что мы от него ждем больше а то что сложились не сложились отношения это тоже все и стучи по поводу долганова что можете сказать о нем как и человеке мы а про него вообще никто ничего не знаем я то слежу за вышкой как человек он какой воспитанник алексей юрьевич метрович на который с детства максим практически с раннего детства знает и вместе коробки чистить вместе готовились к этому сезону когда снег попадал первое поэтому человек устремленные работоспособны и они удивлен то что у меня сейчас получается он очень порядочный позитивный парень поэтому я рад что все так плачет получился него а не по повышению людей хотели вашей дороге а вы вот его в прошлом году пытались привлечь команде мы в прошлом году в конце сезона привлекали смотрели на таких уже в годы но если честно тогда он не впечатлил дал был на уровне азолина поэтому смысла не было вывергивать потому что но если есть азолин зачем уже долганов хотя тогда он уже виду то что он уже показывал свой уровень но не ниже чем азолина хотел я считаю ярослав тоже достойно поставил вот удивительно что азолина уже снегал практически долганова выштали всех долганов параллельно смотрели игры выше хоккейные выше уже всероссийской хоккейные лиги поэтому я смотрю за долганов и когда начался сезон в этом году долганов немного переиграл ярика поэтому решили попробовать посмотреть его не было долганов здесь на есть как бы и других если цена вас есть я знаю с лицом есть есть не знаю там удобно советую бы а вы кстати куда бы они берете сейчас уже наверное нет хотя были варианты такие если честно можно рассматривать а еще в нефтехимик вернулся на или якубов если бы он был таким как сейчас самого возвращения из нхл то стал бы главной звездой турнира но что же поделать некоторые меняются на закате карьеры впрочем воспользуюсь я возможностью якубов теперь один из самых харизматичных игроков и надо беречь таких людей может в карьере был случай когда человек ниоткуда вдруг становится лидером команды кхл честно не вспомню такого что грамм настолько мы бывали люди приходили там пару игр и все или поставили там основного давали потому что она не нравилось что убирают запасная вратарь либо ну все на этом закончился вот облога слава богу ходить придет в этом но он говорят что еще пока но не адаптировался в кхл так скромно в том смысле что ведет себя скромный там ну какой-то он вот знаешь не на счет сейчас световая жизнь я думаю сразу по шапке перелетит дело даже не вальяжник не от нас причем для нее но он скромный пацан то есть он же с нами есть вот поездки летом родим тропки расходе больше не помню но он был достаточно довольно таки нормальное время с нами коллективе скромный и принципе как он вел изначально конечно сейчас ну в том смысле что он все равно еще немножко стесняется что скахала может быть не по мне не верится в это я думаю уже поверил я думаю что там телефон разрывается мы просто пацан работячий на самом деле готовится раньше приходит вот настраиваться на игру и тренеры его понимают дают отдыхать и сам не постоянно там на лед подходит уже немного относится никак мало дома относится как довольно таки такому зрелому игроку которого слушает это слушаться этот игр много проектов вот и временами тренируется а выкинули как команды для тканта ноги мы просто казалось что вот этот нефтехимик это хороший там способ опять показать себя там свои 30 40 заколотить и вырваться еще куда-то как вы относитесь к этому этапу сейчас я отношусь спокойно вот я поначалу конечно переживал изначально вот а потом как-то длился вот может больше времени потребовалось чем надо было изначально вот и я абсолютно нормально все принял и меня приняли как бы я и все все было там форт на дома вот и фокус в принципе хоккей больше делать ничего не было и моментами даже в основном ощутил себя немножко как в детстве потому что просто получаешь удовольствие от игры на самом деле вот понятно может быть задача вас не такие прям высокие но для нас они высокие как бы откровенно говорят но тут тебе дают возможность немножко делать то что ты любишь то что ты можешь и тебя не не зажимает никакие рамки в принципе тренер нормально к этому окну непонятному там не серия вроде так ну бывает но как если брать начало сезона и сейчас это абсолютно две разные без вратаря выходить очень тяжело ну как не ну как вратаря винить то ли одно равно я тогда но здесь такой кайф приобрел я там не только я и многие ребята которые пришли играет и получают удовольствие вот просто как как такой юношеский детский хоккей внутри все нормально я не думаю там сейчас вот выстрелить надо и потом видно будет может может поеду может не поеду то есть они это главное мне на самом деле но мне уже 30 лет нас уже не но я к тому что жестокое на чуть-чуть и наеделся и где-то хочется может выйти как сказать не то что порно пустить а хочется поиграть после стабильно и никуда не дергаться и получать довольствие от кокея потому что другу говоря все равно хоккейная карьера какая длинная спортсмен в принципе тут уже постоянные переезды смена обстановки я думаю не всегда это хорошо намного лучше когда есть стабильность когда ты играешь как вы получаете удовольствие какие еще и деньги в рот чечне у недавно трава и ездили до впервые увидели там и не почему мы с другом прошлом году гоняли или два года назад нам катались на трамвае да то есть мы гуляли пешком по нижнекамску потом сели на остановке вот вот раз на включает проект нормальный я спокойно общественный транспорт помню все автобус и трамвай выкачу удобно а какой от дома идет трамвай до стадиона я дома ездил на автобусе сидеть там не было 27 и пятнашка вот наш отрава и так мы такой же как элитный но на этом все эти раз ты как это когда бесшумно а так чем трамвай у нас на машина пешком может горько не особо диплом за 40 а этим пассажиры удивляли что их выглядели пока когда вы возрасте там их не было изначальника думал когда мы же приехали в депо там уже готового мы заехали раз 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 я думаю выгнали всех не но мы зато мы когда а был значит мы ехали а мы не останавливались народ ждет раз у бабули такая подбегает ну к этому трамвая тут мы мимо проезжает она такая ешь к матушке ами тяким там рожки показывать или не знаю не он на просто сидел ну надеюсь что ты успокоишься и вот просто будешь играть не сужечь ну в том что все равно давление спрашивают да у меня не спрашивают хочу сколько может давление чуть отчет давление выиграем такие нас там много не хочется чтобы вот на этом останавливать 30 лет также тоже говоришь как будет ли я говорю я просто говорю нормальный но реально адекватные вещи как вы хоккей меняется и скорость вот мне самое главное не надоедает спорт я люблю не приходить раньше готовится и то есть нет такого что мне что-то там раздражает так далее вот но рано или поздно и все равно ну блин даже 35 37 все равно образно это молодой еще а все возможно там конкуренция там кого-то болячки так далее то есть я приходит все равно счет и счет уже заканчивается рано или поздно чего делать почему путешественная часть мира путешествовать и на него россии трата денег а зарабатывать качок так и есть все нормально что заработать но это знаешь все нормально мне понятно когда тебе там на самосечку приходят два раза а то есть четыре раза а то и я а потом то нет а сейчас вот поэтому делать есть время когда параллельно ты должен заниматься ну чем-то и не говорю что там вкладываться постоянно там бизнеса что-то крутится и так далее но у меня тоже есть моменты которыми над которыми я работаю ну и немножко готовлюсь и такую подушку для опасности подушка безопасности это все понятно будет делать очень делать и че будешь я живу путешествую посмотрим дай бог семья появится там будут какие-то свои заводы футбол играть смотреть но у нас вот допустим есть сейчас потапов он пошел в сми мы знаем что кто-то пошел в тренере я не знаю такая потапная сам не знал и горчика не знал то что им раз и я не на телевидении вот то есть они как-то них был свободное время не раз то залетели то есть у меня вот такого на нету постоянно чтобы я раз и куда-то отключился и начал заниматься там параллельно чем-то другим там на телевидении так далее вот это я думаю приходит на внезапно кого-то приглашает он идет мне сейчас никого не приглашают ну скаутом может быть в хоккей остаться расколты ска хотел сказать ска а вот смотрим не знаю честно а пока вот ну такие мысли были хотел бы я связывать себя с хоккеем потом как будто нет больше нет чем да ну то есть такую откровенно детским тренером нет просто тренером не знаю мы на этом менеджер не знает уже это так легко страны как мы наблюдаем смита мэтт перешел этот убогий этот в порядке это там там обсерился этот там не забил и для этого возьмут не это все страны легко когда ты приступаешь их делам то я думаю это все не так просто как-то кажется в этом подводное течение постоянные агенты названием дайте мне там 500 миллионов в порядке еще какое-то тяжело не не знаю скаутом опять налетать не знаю надо будет путешествие сейчас надо ли мне это будет не знаю война еще в принципе еще лет пять есть подумать да конечно что думать так что кайф кайфовать на самом деле чистила чисто майка с какой страной начнешь путешествие я хочу еще с этого года уже начать ну со следующих лет и дай бог вот я был в стамбуле но был маленький строитель и вот хочу поехать просто в стамбул не нам не отдыхать на опрос вот гулять ходить по экскурсиям вот и хочу в италии в италии не был не был в италии я сделал визу несколько лет назад купил билет оплатил отель а шенген просрочен хоккеист по итоги есть рано я сделал визу у меня еще было время съездить на я четко как нам он мне деньги все вернули то есть я нет ни ну грубо говоря боженька спасла вот в италии хочу короче задача да каждое лето две новые страны посещать это хочу я думаю подлично вы честно сожалению очень много стран мою это еще один спадает на самом деле хочешь не хочешь там ты располагать как там ты предполагает бог располагает нереально с этими ситуациями как-то хочется конечно спокойно ну блин нам грех жалость на самом деле если откровенно говорить нас это особо не касается не так спортсмен я имею ввиду у нас есть замечательная возможность просто играть путешествовать и и это не за тейфовать воду пить откровенно нос есть от малость включаешь вот еще посмотрим что загадывает но я как помню все очень загадывал и чем по другому поэтому не было человек из высшей лиги никогда не играл в кхл вытаскивает один из матч подряд играет вытаскивает играх сюда не позволил но я думаю что это все через работа работа человеку спортивные боли ему дает результат то что там с когда ска сухарь был бы не думали что он спитер у лет вечером я не знаю он говорил кстати какие звонки мазу он забрасывал он не брал просто у него кнопочный наверное телефон вы сталика другого не но у него да ты только с радужкой играть суту